Я работаю на предприятии, которое прославлено на весь мир. И это заслуга многих людей. Наших отцов, дедов и наших матерей. Наши отцов, дедов и наших матерей. А представляете, не дай бог, пожар случится, как машина подъедет. Пожар не будет, не бойся. Почему самозахват территории остается безнаказанным? Снова в бой. Нижнекамские волки приняли на своем льду хоккеистов из Владивостока. От простого лаборанта до заслуженного химика. 40 лет уже я работаю в объединении, но мне кажется, 40 лет как 4 дня только. Мы продолжаем серию репортажей о ветеранах акционерного общества. Сегодняшний день стал знаменательным для многих нижнекамских семей. На улице Фекрята Табеева состоялось торжественное заселение в многоэтажный 144-квартирный дом. Большая часть новоселов – сотрудники компании «Нижнекамскнефтехим». Сегодня в эксплуатацию введено уже 8 домов. До конца 2017-го планируют сдать еще 4. Если измерять в площадях, за год эта цифра составит почти 120 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня в торжественной церемонии заселения дома номер 1 по улице Табеева в 47-м микрорайоне приняли участие генеральный директор компании «Нижнекамскнефтехим» и мэр города Айдар Медшин. Действительно замечательный день, поскольку он связан с одним из главных событий в жизни каждого человека – получение жилья, своей комфортной квартиры. 144 семьи сегодня получили ключи от новых квартир. 117 новоселов – сотрудники «Нижнекамскнефтехима». 101 семья получила в этом доме квартиры по дополнительной программе. Эта программа – результат договоренности между государством, акционерами, группой компаний «Таиф» и «Нижнекамскнефтехимом». Она стартовала в 2015 году и предусматривает беспрецедентные условия поддержки со стороны акционерного общества в виде предоставления льгот по первоначальному взносу, процентам на ипотечный кредит, дополнительным выплатам и страхованию. Я хотел бы вас поздравить с таким долгожданным праздником, заселением этого дома. Я знаю, как вы его долго ждали. Но хотелось бы заверить, что та социальная направленность, которая есть у нашего комбината, она и дальше будет продолжаться. Азад Бекмурзин порадовал новоселов сообщением о том, что в скором времени в 47-м микрорайоне будут построены школа и детский сад. После напутственных речей состоялась торжественная передача символического ключа. В числе счастливчиков Руслан и Галина Мавлютовы. Радостное событие в их семейной жизни произошло сразу после свадьбы. Первыми гостями в их новенькой трехкомнатной квартире стали генеральный директор Нижний Камп с Нефтехима и мэр города. Мы с удовольствием поздравляем и от имени руководства вам струнный подарок от души в холодильник. Спасибо большое. Айдар Мершин поинтересовался у руководства предприятия условиями ипотеки. На них хуже, чем в социальной ипотеке. 7% порядка, 7-7,5%. Еще же первоначальный взнос, да? Мы 277 тысяч отдаем Нижний Камп с Нефтехима, доплачивают там определенную сумму уже жителей. И через 5 лет мы под маршрус возвращаем. То есть если 277, это практически при условии работы, условия есть. Выбор трехкомнатной квартиры не стал случайным. Мавлютова не собирается затягивать с рождением детей. На одном ребенке молодые новоселы останавливаться не собираются. Тем более, что есть с кого брать пример. У родителей Галины, хозяйки квартиры, кроме нее в семье еще трое детей. Ну, хотим троих. Я хочу. Вот, мальчик, девочка. Ну, там, как бы, хотим детскую сделать одну основную, как бы. Как бы, тем более, большая квартира позволяет. Мы сами химики, дети идут по нашим стопам. Поэтому мы горды, рады, что мы счастливы. Честное слово за них. С начала года для работников Нижний Камп с Нефтехима в эксплуатацию сдано уже 8 домов. Всего с 2014 года по ипотечной программе градообразующего предприятия заселили более чем 700 квартир. В планах до конца года сдать еще 4 дома. Двух в 47-м микрорайоне и двух в 49-м. Квартиры в них будут реализовываться как по программам социальной ипотеки, развития промышленных комплексов, так и по дополнительной программе жилищного строительства. Алмаз Кашаев, Лисан Саитова, телеканал Нефтехим. Чему учат в школе? По итогам рейтинга прошлого учебного года Нижнекамский район вышел на четвертое место по качеству образования. Впереди Бугульминский, Сабинский районы и набережные Челны. Казалось бы, есть чем гордиться. Однако прошедшая накануне педагогическая конференция показала, что далеко не все так гладко. Какие проблемы сегодня будоражат учителей и школьников, расскажет Алия Шигапова. ЕГЭ – главный показатель качества школьного образования. Какие бы инновационные проекты не внедрялись в учебных заведениях, именно итоговое количество набранных баллов сегодня определяет дальнейшую судьбу выпускника. По сравнению со средними показателями в республике, Нижнекамский район неплохо выглядит по результатам сдачи теста по русскому языку. А вот математика остается слабым местом. Итоговые цифры ниже, чем в целом по Татарстану. Особо подчеркну, что результат каждого ученика влияет на общие показатели. Особенно это видно, сравнивая баллы района и республики. По четырем предметам баллы ниже республиканских. Это математика профильного уровня, информатика, английский язык, литература. Необходима индивидуальная работа с каждым учеником, начиная с восьмого класса. Управление образования составляет свой рейтинг среди учебных заведений. В так называемой «зеленой зоне» с хорошими результатами оказались уже традиционно лицеи номер 35 и 24, школы номер 3, 10 и 26, гимназии номер 2, 13, 25 и 32. Впервые улучшили свои показатели Каинлинская и Старошишминская школы. Есть и школы с низкими итогами ЕГЭ. В красной зоне школы номер 2, 8, 9 и 31, а также Верхнечелнинская. И уже второй год подряд неудовлетворительно сдают экзамены школы номер 15, 21, Красноключинская и Большафанасовская. Но даже и в школах-лидерах есть выпускники, не преодолевшие минимальный порог тестовых заданий ЕГЭ. Всего в этом отношении отличились 18 учебных заведений. И далеко не все претенденты на медаль смогли осилить необходимый барьер и подтвердить свои знания. Ремонт – еще одно слабое место в системе образования. Многие школы находятся в ненадлежащем состоянии. Педагоги признаются, зачастую им самим приходится изыскивать спонсоров для закупки обучающего оборудования и обновления классов. Изменились лестничные пролеты, спортивные залы, многие кабинеты. В этом учебном году нам удалось найти спонсоров для создания школьного музея, лицей в истории города. В настоящее время ведем работу по привлечению средств для ремонта актового зала. Особое внимание на педагогической конференции уделили обучению родному языку. Число татарских классов уменьшается и, как следствие, результаты общереспубликанского тестирования неудовлетворительны. Работу по национальному образованию планируется укрепить в новом учебном году. Задача на будущее – уделить больше внимания подготовке к ЕГЭ и профессиональному росту педагогов. Алия Шигапова, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтихим». Многие горожане уже успели заметить – Нижнекамск постоянно меняется к лучшему. Особенно значимыми выдались последние годы. Прошлым летом было реализовано множество проектов, которые повлияли на качество жизни. Отремонтировано более сотни дворов, построено несколько новых площадок для отдыха, произведена реконструкция памятников. Этот год для Нижнекамска не менее значимый. Свой полувековой юбилей отмечает градообразующая компания «Нижнекамскнефтихим». О том, какие изменения ждут нас в ближайшее время, говорили на совещании в Доме Советов. По словам Айдара Медшина, лето в Нижнекамске в этом году выдалось жарким. На события, а не по погоде. В городе реализуется около 30 программ различного назначения. Одна из важнейших – ремонт больниц. Из республиканского бюджета на эти цели выделено около 330 миллионов рублей. Причем внимание уделяется не только условиям, в которых будут лечить горожан, но и людям, которые занимаются этой работой. По республиканским программам жилье уже получили 30 врачей, приехавших к нам из других регионов страны. Не менее масштабные работы ведутся во дворах. До конца года приведут в порядок около 40 придомовых территорий, включая четырех танкистов. Под таким названием «Горожанам» известны дома на улице Юности. Тут реализуется муниципальный проект «Наш двор», который обещает в будущем распространиться по всему городу. Есть и программа, которая отвечает за развитие садоводческих обществ. Из бюджета республики выделено 75 миллионов рублей. Данные средства направлены на четыре вида работ. Ремонт дорог, водоснабжение, строительство новых площадок ТБО и вопросов электроснабжения. Данная программа охватывает более 21 тысячи наших садоводческих участков. В Нижнекамске проживают представители более 50 национальностей. Отношения между ними стремятся к гармонии. Ярким примером народного единства стал Сабантуй, собравший более 32 тысяч гостей. Большую популярность приобретают и сельские праздники. Айдар Медшин пообещал поддержку фермерским хозяйствам. Он обозначил стоящие перед сельчанами задачи. На сегодняшний день обмолочено 45 процентов площадей. На молот составил 43 тысячи тонн зерна. Урожайность по району составляет более 34 центнеров с гектара. Пожалуй, важнейшее событие этого года – 50-летие компании Нижнекамскнефтехим. К своему юбилею городообразующее предприятие, по словам мэра, преподнесет городу немало подарков. Капитальный ремонт Соболековской трассы, безвозмездная передача муниципалитету, Дома народного творчества с выделением 60 миллионов рублей на ремонтные работы, выделение средств в размере 60 миллионов рублей на реконструкцию площади Лимаева. И принято очень важное для города решение строительства школы и детского сада в 47-м микро-районе нашего города. Праздник состоится 8 сентября на всех площадках для отдыха, включая Майдан на Ильинке. Нижнекамскнефтехим и всех жителей города с 50-летием предприятия поздравят звезды российской эстрады. Глюкоза, Елена Темникова и группа Би-2. Этот день в Нижнекамске будет выходным. Участки все больше, дороги все уже. В Садовом товариществе строитель на протяжении многих лет владельцы огородов самовольно увеличивали свои земельные владения. Некоторые, не стесняясь, зашли на территорию дороги, которая разделяет товарищество с деревни Ильинка. О том, почему самозахват продолжается и остается безнаказанным, в материале Алмаза Кашаева. Ну ребята делали, меня не было здесь, а вы что прямо пристали-то? Они делали и ушли. Я пришла, деньги отдала и все. То есть виноватый строитель, да, Нивы? Никто не виноватый, ни я не виновата. Пожилая женщина довольно агрессивно встретила съемочную группу. Это неудивительно, учитывая, сколько претензий к ней у соседей. Ее дачный участок стоит прямо на границе двух образований – садового товарищества «Строитель» и деревни Ильинка. По словам Любови Чубаровой, на протяжении многих лет владелица садового участка понемногу увеличивает свои земельные владения в сторону деревни путем самозахвата. Она сюда поставила ворота и все, выходит и выходит. Каждый год, вот по столику, каждый год. Выходит и выходит, он куда дошла. Раньше на месте участка проходила дорога. По ней в случае чрезвычайной ситуации могли сразу проехать и скорая, и пожарная машина. Но уже за много лет от дороги остался узкий проулок. А представляете, не дай бог пожар случится, как машина подъехала. Пожар не будет, не бойся. Один из последних примеров. Несколько лет назад здесь произошел пожар. Огнеборцы долго не могли найти место возгорания, долго не могли подъехать сюда. И в итоге, в тот момент, когда они приехали, дом уже полностью выгорел. Такая ситуация с самозахватом наблюдается по всему садоводческому товариществу «Строитель». Дороги становятся уже, участки дачников все больше. Некоторые ставят забор прямо у линий электропередач, что является явным нарушением. 99% садоводческому товариществ идет все с нарушениями. Дороги сужаются, техника, количество транспорта вырастает в многократном размере. Ставят на дорогу, потом дерутся. Есть даже участки, где уже на машине нельзя проехать. Они говорят, что это так было, умоляют Бога, Аллаха, я не знаю. Рычагов воздействия на ситуацию у председателя садового товарищества практически нет. Для решения этого вопроса требуется проводить земельную экспертизу и подавать в суд на каждого садовода, вышедшего за границы дозволенного. Там границы обозначены. Вот тут не такой серьезный вопрос. Решение суда будет и снесет забор. Кроме того, предусмотрен штраф от одной до трех тысяч рублей. Пожары на дачных массивах не редкость. Кроме узких проездов огнеборцам мешает отсутствие координат. Хозяева садовых участков делают все, чтобы усложнить приезд спасательных служб. Вот все говорят, озерные улицы, да, Дебитровки озерные, населенный пункт, Ильинка озерные. Вот посмотрите, мы прошли где-то около пяти-шести участков. Вы где видите номера? Нигде нет номеров. Они все говорят, не знают свой массив, не знают свой номер. Скоро на улице похолодает, и садоводы начнут использовать различные обогревательные приборы. Именно поэтому на осень приходится большое количество пожаров, так что жадность садоводов может обернуться против них самих. В случае чрезвычайной ситуации спасатели просто не смогут оказать своевременную помощь. Алмаз Кашев, Роман Мальцев, телеканал Нефтехим. Пришло время поговорить о том, что значимого произошло на производственных площадках компании «Нижникамскнефтехим». Сразу после этого мы продолжим рассказывать о новостях города. Оставайтесь с нами, будет интересно. На протяжении двух веков ученые пытались создать искусственный каучук. В природе это упругое вещество получают из млечного сока некоторых растений. Химики настолько преуспели в этом вопросе, что сейчас многие люди даже не догадываются, что резина может быть и натурального происхождения. Компания «Нижникамскнефтехим» выпускает синтетические каучуки уже 47 лет. Недавно на заводе по их производству вышла юбилейная 4-х миллионная тонна. Основной вид продукции на заводе – синтетические каучуки разных марок, включая СКИ. Для него нужно сырье изопрен. Известно, что этот продукт производится в другом подразделении «Нижникамскнефтехима» путем синтеза изобутилена и формальдегида. Но вот что интересно. Здесь тоже выпускают свой изопрен, только другим способом. При помощи двустадийного дегидрирования изопентана. Наличие двух производств одного и того же вещества, да еще и разными методами – не случайность и не пережиток прошлого. Это важнейшие условия работы для крупного промышленного предприятия. Для выживания в условиях рынка нужно два источника. Значит, если себестоимость у одного или какие-то сырьевые недопоставки есть, значит, остаемся на плаву за счет поступления сырья через другой источник. И вот в этом как бы есть залог успеха. И вот очередное подтверждение. Заводчане празднуют знаменательную дату в истории производства. Выпуск юбилейный – четырехмиллионные тонны изопрена. Это общая заслуга всех работников подразделения. Ильнур Хуснулин работает здесь с 2003 года. Как производить важный продукт, ему известно до малейшей детали. Ведь именно его родной цех двустадийного дегидрирования изопентана – это первое важнейшее и ключевое звено технологической цепочки. Неудивительно, что различные модернизации и опытно-промышленные испытания новых видов катализаторов здесь происходят постоянно. С целью снизить себестоимость производства изопрена, с целью, соответственно, увеличить производительность, с целью, соответственно, заменить импортные составители в самом катализаторе. Также использование новых видов катализаторов, по словам нефтехимиков, имеет большое значение для охраны окружающей среды. Заводчане регулярно меняют паровые фильтры на установках. И это еще не все. Мы проводили опытно-промышленные испытания сейчас по обезвоживанию шлама проводим, который мы выбрасываем в карьер ПАО «Нижнекрасный фтехим». У нас стоит задача его обезвоживать. На данный момент мы сейчас используем услугами миксера, пользуемся. С помощью него вывозим его на полигон. То есть он нам позволяет вывозить этот шлам уже более-менее в сухом виде практически. Но вернемся к производству изопрена. В цехе расположены две установки, и у каждой своя задача. Первая дегидрирует изопентан в изомилен. С этим продуктом ту же процедуру производит второй аппарат. Таким образом получается нужное вещество, но пока только в виде контактного газа, который отправляется в соседний цех газоразделения и экстрактивной ректификации. Звучит сложно, а на деле все очень просто. Здесь у изопрена меняют агрегатное состояние. Часть превращается в жидкость, остальное абсорбируется на специальных установках. Затем полуфабрикат стабилизируют, еще несколько раз обрабатывают. И, наконец, после долгого пути изопентан превращается в нужный нам изопрен. За 30 лет, в течение которых Ирни Загидулин руководит этим подразделением, здесь многое изменилось. Изопрен всегда у нас остался хорошим качеством, то, что и раньше производилось. Это сейчас полностью все побочные продукты, которые в этом производстве получаются, во время производства изопрена, мы стараемся их использовать. Заново полностью перерабатывать и продавать, то есть в сторону снижения себестоимости. Но также расходные нормы снижаются по изопрену, то, что во время производства для получения каучу изопрена. И также потребление пара. Мероприятие по замене контактных устройств, перевод регулирования процесса на электронную систему. Все это позволило улучшить не только качество, но и количество изопрена и достичь высокого результата – 4-х миллионной тонны продукта. В этом году компания «Нижнекамскнефтехим» отмечает свой полувековой юбилей. В связи с этим значимым событием мы запустили серию сюжетов о сотрудниках акционерного общества, о тех, кто посвятил свою жизнь родному предприятию. Сегодня завод синтетического каучука – самое большое подразделение нефтехимического гиганта. Именно там выпускают основное сырье, которое необходимо для изготовления СКИ. Продукция экспортируется на внутренние и внешние рынки – в США, Канаду, Германию, Францию, Турцию, Китай, Индию и другие страны мира. Не так давно завод выпустил 10-ти миллионную тонну изопренового каучука. Таких высоких результатов невозможно добиться без людей – профессионалов, которые по-настоящему преданы компании. Роза Хасанова всю свою жизнь посвятила родному предприятию. И сейчас, уже будучи на пенсии, она продолжает работать и делиться своим бесценным опытом с молодыми специалистами. На днях наш корреспондент лично встретилась с ветераном производства. Роза Хасанова здесь работает более 30 лет. Все производство она знает, как свои пять пальцев. Женщина вспоминает, как в далеком 75-м году приехала в строящийся городок Накаме со всем девчонкой из маленькой деревни Акбулатова, что по Чистополям. В школе у Розы любимым предметом была химия. Ей нравилось распутывать ядеросплетение в формулу «наблюдать за тем, как из одного вещества получается совсем другое». Чистая магия. Самый первый раз, когда в техникум приехала с чемоданом большим, там у меня книги, тетради, еще мама мед положила. Меня же отправляют на учебу на Красноключинской горе. Я остановилась, это было вечером, пять часов вечера. Стояла, стояла и нашла общежитие техникума. Приехала, устроилась. У студентов техникума была слесарная практика. Нужно было изготовить гаечные ключи. Целую неделю девушка усердно работала напильником. Под конец она уже начала всерьез опасаться, а то ли профессию выбрала. Неужто мечта привела ее сюда за тем, чтобы всю жизнь возиться с железками? Роза собрала чемоданы и вернулась в родную деревню. «Мама посадила меня и говорит, ты молодая, тебе надо учиться». Обратно собрала чемоданы и меня отправила в техникум. Через две недели у нас слесарная практика закончилась. Я начала учебу, мне очень понравилось. И меня выбрали профоргом в группе 855. Так я закончила техникум и устроилась на работу в химкомбинат. Роза Хасанова проработала 10 лет в лаборатории химкомбината. Но ей всегда хотелось оказаться на производстве, почувствовать себя частью чего-то большего. Быть на одной волне с рабочей молодежью, которая созидала целый город, а завод был его сердцем. Так в 1988 году она пришла в цех. Молодого специалиста встретили очень радушно. Опытные работники передавали знания, которые девушка с жадностью впитывала, стараясь ничего не упустить. Результаты не заставили себя долго ждать. Начальник цеха увидела, что новичок неплохо разбирается в специфике работы. Без труда проводит химический анализ, знает от и до состав продукции. И спустя три года Роза Хасанова стала начальником смены. За 40 лет своей работы я нисколько не каюсь, что я поступила в химкомбинат. У меня снаха работает, дочка работает на этом заводе, зять работает на этом заводе. У меня две племянницы тоже благодаря мне устроились в химкомбинат. Одна из них работает начальником смены, другая работает инструктором газоспасательной службы. Так что все девчонки наши на химии работают. Сегодня в городе грамотные специалисты на вес золота. Тем более, если дело касается рабочих профессий. Но несмотря на это, ряды компаний Нижнекамск-Нефтехим ежегодно пополняют молодые кадры. Очень много молодых нынче пришли к нам. В прошлом году пришли, они сдали уже на пятый разряд. Это благодаря заслугам старших аппаратчиков. Мудрая социальная политика – вот ключ к успеху компании Нижнекамск-Нефтехим. Доступное жилье, стабильная зарплата, хороший отдых. Только так и можно удержать специалистов, считает Роза Хасанова. Дети все время в лагерь могут попасть. Это очень даже трудно путевки доставать. Дома отдыха, дубравушка. Когда у меня дети маленькие были, внуки маленькие были, мы всегда домик снимали и отдыхали всей семьей. Это сплачивает семью. Все в одном домике и все вместе отдыхаешь. Чтобы цех работал стабильно, здесь периодически проводятся обновления имеющихся мощностей. Автоматизируются технологические линии. Устаревшее оборудование заменяет на современное, более эффективное. В данный момент идет реконструкция одной из колонн. Также выросли требования к системе защиты и охране труда. Как театр начинается с вешалки, так и работа на заводе начинается с безопасности. Требования к промбезопасности и охране труда выросли за эти годы. Очень строго дисциплина должна быть. И спецодежда у нас соответствует. В скором времени здесь планируют начать промышленное производство каучука нового поколения, ДССК, предназначенного для шинной промышленности. В его основе все тот же изопрен. Именно благодаря ему шины имеют отличные динамические свойства и славятся на весь мир. Но наряду с инновациями человеческий ресурс тоже дорогого стоит. Чтобы хороший продукт выпустить, надо психологу каждого человека знать. Кому-то надо подходить так, кого-то надо подбодрить, кому-то надо спасибо сказать. Вот тогда только можно нормальный по стандартам качества продукт выпускать. Тогда только наш изопреновый каучук будет хороший и все страны будут его покупать. Недавно Розу Хасанову наградили званием заслуженной химик Татарстана. Она считает, что это не только ее заслуга, но и всей смены. В цехе царит дружеская атмосфера. Все аппаратчики, опытные и молодые, относятся к друг другу со взаимным уважением. Женщина рассказывает, что родные и друзья даже подшучивают над ней. Мол, наша Роза ходила бы на работу, даже если бы зарплату не платили. Поэтому, оглядываясь назад, ей даже не верится, что прошло уже столько лет. Городским событием. 8 сентября нижнекамцев ожидает грандиозный праздник в честь полувекового юбилея компании Нижнекамск-Нефтехим. Впервые в истории города на Майдане под открытым небом состоится невероятное шоу со звездами российской эстрады. Глюкоза Елена Темникова и группа Би-2. Будет жарко, не пропустите. Вход свободный. Немного о спорте. Продолжается серия домашних матчей хоккейного клуба «Нефтехимик». После триумфальной победы над Амурскими тиграми болельщики ожидали от своей команды только победы. Накануне состоялась вторая встреча. Соперник прибыл из Владивостока. Итоги матча «Нефтехимик-адмирал». Смотрите прямо сейчас. За окном конец августа, а сегодняшние соперники уже третий раз встречаются на льду. На предсезонных турнирах команды дважды играли друг с другом и одержали по одной победе. Наверное, именно поэтому матч начался без разведки и уже на второй минуте моряки открыли счет. Автором первой шайбы стал Шон Моррисон. Нижнекамцы быстро сориентировались, выиграли вбрасывание и, заняв удобную точку, сравняли счет. Свою первую шайбу в составе «Нефтехимика» забил Чед Рау. Хорошо настроились на игру и как бы сразу появились моменты, бросали по воротам и хорошо, что забили. Но опять же, потом пропустили, как бы равная игра, но много-много поделили в средней зоне. Из-за этого и пошли удаления и пропустили гол. Второй период начался также молниеносно. Дамир Шеребзянов на 22-й минуте вывел свою команду в лидеры, но ненадолго. Адмирал сравнял счет 2-2. Всю вторую 20-ти минутку на льду шла нешуточная борьба. Удача вновь улыбнулась нашим хоккеистам. Великолепный пас Дэна Секстона отправил в прорыв Робина Ганзела. И тот забросил свою первую шайбу в континентальной хоккейной лиге. Мы с ними играли две игры уже на предсезонке. Поэтому прекрасно знаем все друг о друге. Так вот получается, пока ведем 3-2. Хорошо. Несмотря на все усилия приморцев, в третьем периоде счет сравнять они не смогли. Таким образом, после двух встреч наша команда набрала 6 очков и оказалась среди лидеров Восточной конференции. Безусловно, интересный матч. Ребята бились, болельщики рады. Мы слышим, как они скандируют. Благодарен ребятам, что сегодня тяжелая игра. Выиграли ее в чистую, взяли 3 очка, они нам нужны. Ну и болельщикам большое спасибо, что болеют за нас. В субботу, 26 августа, нефтехимик встретится с пекинским Кунь Лунь Ред Старом. Билеты на хоккей теперь по 250 рублей. Для детей до 14 лет билет 100 рублей. Приходи, поддержи любимую команду. У меня на этом все. Напоминаю, что все наши сюжеты, программы и, конечно же, свежую интересную информацию вы можете найти на сайте холдинга «Нефтехим.Медиа» www.medianknh.ru Программу Вела Рушния Валеева. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Уверен ли я в завтрашнем дне? Надеяться надо на себя и на компанию, где ты работаешь. Говорят, хорошо там, где нас нет. Я говорю, хорошо там, где я есть. Нефтехим.Медиа. Новая новостная лента в сети интернета. Медиа НКНХ.РУ Важная информация из различных сфер жизни. Общество, политика, криминал, культура, экономика, спорт, наука и медицина. Все, чем живет город и что волнует нижнекамцев. Обсуждение, комментарии, форум. Медиа НКНХ.РУ Достоверно, оперативно, всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова